Грузинская народная сказка Жил сирота, бедный и скудный. Как-то раз послали его с кукурузой на мельницу. Мельник встретил сироту и сказал, «Отсыплю я к твоей муке свою и испечем лепешку». Бросили лепешку в залу и стали ждать, когда она испечется. Мельник хитрый, хочет как-нибудь обмануть сироту. Думал, думал и придумал, что делать. А пусть лепешку ест тот, кто лучше сказку расскажет. Сирота отнекивался, не хотел, а потом согласился. Начал рассказывать Мельник. Отец мой был бедный-пребедный, да здоровый и умный. Жил и кормился пчелами, ходил за ульями, холил пчел, каждый вечер считал их, пересчитывал. Как-то раз одной пчелки не досчитался, пошел ее искать. И меня с собой взял. Ходили мы, ходили и пришли в какое-то место. Видим, человек впряг нашу пчелу в саху и пашет. Отец мой бросился к нему, отнял пчелу, да видит, ермом растерло ей шею. Принесли мы ее домой. Отец знал, как пчелу лечить, грязью из-под корней ореха смазывать. Пчела поправилась. Потом мы и сами стали ее запрягать в саху. А когда отец помер, я в Мельнике подался. Настал черед сироты. Был у нас гусь, кормилец наш. Гусят выводил, яйца нес, верно нам служил. Искали мы его раз. Все кругом переискали, не нашли. Пришли к человеку, который пахал на вашей пчеле. Он и нашего гуся впряг в саху. Бросились мы к нему. Вырвали гуся и понесли домой. А гусю ермом сильно шею натерло. Отец побежал в деревню к лекарю. Попросил лекарства. Два дня обещал за него поработать. Лекарь на толок орехов приложил гусю к шее. На третий день, видим, у гуся на загривке огромный орех вырос. Да такой урожайный. Каждый год мы его трусили и тем кормились. Хитрый мельник чует, что сирота его вот-вот переборет. И говорит. Поглядим на нашу лепешку, как бы не сгорела. Что ты, лепешка, и не испеклась еще. Слушай дальше. Как-то отец натрусил орехов вслед с дерева, поглядел вверх, увидел, три орешка на ветке остались. Взял дубинку, хочет их сбить. А у ореха ветви густые, раскидистые. Палка зацепилась за них и застряла. На другой день на орехи поле разослалось, колышется. Чудо, глаз не отвести. Удивились мы с отцом и обрадовались. Наняли быков, взгромоздили наверх плуг да саху. Посеяли на поле хлеб. Вырос хороший урожай. Мы взяли серпы и принялись сжать. Вдруг, откуда ни возьмись, появился на поле заяц. Пробежал перед нами, мы за ним. Отец бросил в зайца серпом и угодил ему в заднюю ногу. Мы бежим за зайцем, а хлеб сам собой жнется. Отец сказал мне, ты лови зайца, а я буду снопы вязать. Заяц устал, но хлеб весь сжал. Упал, а мы развили огонь, содрали с зайца шкурку и сжарили его. Задняя нога, в которую серпом угодила, досталась мне. Отец сказал, разбей кость, увидишь в ней мозг. Я разбил, а вместо мозга нашел письмо. Показал отцу. Читали мы, читали. Мельник не выдержал. Ну и что же было в этом письме? А то, что сироте лепешка, а мельнику крошки. Перехитрил сирота мельника, оставил его ни с чем. А сам лакомится лепешкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова